Итак, жители Ютуба, здрасте! Сегодня у нас на календаре 19 число. Надо же только чтобы кто-нибудь написал, когда я только начал писать. Сегодня у нас 19 число, забрал я сегодня две посылочки. Одна с местным треком, заклеенная 0, 2, 8, 6. Там видно трек под ней. Пластик сэмпл. Какой-то сэмпл типа, да? Какой-то круглые формы. Интересно. Вот Ли Донго. И нечто квадратное. Мне камни для меня. Вот, вот никого не понятно. От Хельсинков. Из Хельсинков точнее. Так, здесь тоже непонятно. Но трек номер международный трекается, трекался. Написано адаптер 1, весом 0,110 грамм. Но стоимость аж 5 долларов. Начнем, пожалуй, вот с этого. С маленького конвертика. Посмотрим, что это за пластик сэмпл. Да, ножик я уже почти убил. Резкий он еще пока способен. Ага, пластиковый сэмпл. Колечко на 21 палец. Понятно. Сейчас посмотрим, чье это, чье это. Потому что заказывать я их заказывал. Ну, тут написано 5. Я не знаю, насколько это 5, но здесь все-таки 1. Сейчас поищем. Что у нас тут за чудо-юдо такое, пластиковый сэмпл. Давайте данные обновляйтесь и будем искать. Ну, судя по треку, вроде бы это посылочка. Тут написано 5 штук. Какого черта, он мне одну только прислал. Пришло быстро, пришло быстро, все нормально. It is good. Ну, беленький кому-то пришел мне. Голубенький тут. Цвета морской волны. Да. Че он тут писал-то? Непонятно. Так, send today, 50 дней. 50 дней, да ладно. Сколько он уехал-то? С 28 числа. Три недели. Че он уехал-то? Ну, ладно. Заберем уж, куда уж деваться. Хотя бы одну. Но остальные споры пооткрываем. И едем дальше. Дальше мы переходим вот к этой посылочке. Которая теоретически является... Эй, не а то нажал. В общем, это регистратор ошибок для автомобилей Opel. На самом деле, продавец ошибся с ценой. Обещал мне выслать хоть что-нибудь. Что-нибудь. Вот. Вот. Как и обещал. 10 юаней. И два подарка. Две наклейки на авто. С трансформеров. Ну, в принципе, что. 10 юаней. Сколько это в рублях вообще? Ну, не знаю. Несколько рублей, может, и будет. Вообще, деньги у них якобы запрещено пересылать. Им за это по шапке могут дать таможенники 2005 года купюры. 10 юаней. Монеты тоже якобы запрещено. Купюры тоже вроде запрещено. Ну, на деле, посылку не вскрывали. Если бы вскрывали, то сразу бы отобрали. Хотя, не знаю. Может быть, и умудрились как-то скрыть. Хотя следов-то и нету. Забираем. Радуемся. 10 юаней. 10 юаней. Первый китайский день. Ура! Сейчас посмотрим, где это у нас чудо-юдо. Номер, как я сказал, уже трекался. Давай прооформлять гуру видео. Вот он, заказик. Стоимостью весь заказ 3 рубля 23 копейки. За 3 рубля 23 копейки получили вот такие вот две наклеечки. Ну, может быть, на авто, может быть, куда-нибудь еще. И 10 юаней. Да. С 25-го числа у нас посылочка ехала. Ну, три с хвостом недели. С продавцом переписывались, договорились. Наклейки, наклейку и деньги. Точно. Все правильно. Как обещал, так и делал. Молодец, продавец. Сейчас, кстати, сколько этот регистратор? Почти 1907 рублей. USB-шный. Bluetooth-а в нем вроде как нету. Ну и ладно. Всем пока, в общем-то, в принципе. Больше у меня на сегодня посылочек нету. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Можете дислайки описывать, естественно. Причину вашего дислайка. Чтобы я хотя бы знал. Это кто у нас с 1893 по 1976 проживал-то? Надо будет глянуть в интернете. Что за местная достопримечательность? Интересно. 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 Надо будет просить дальше у народу денег. Все. Всем пока. Подписывайтесь. Продолжение следует.